Разыгрывали кубок 14 коллективов, включая в гостей из Михайловки. Все команды были разбиты на две подгруппы. Между собой играли по круговой системе из трех партий. В финальную часть соревнований вышли по четыре команды от каждой подгруппы. С первой в борьбу за кубок вступили Михайловка, УГПИ, ЖД Институт и Междуречье. Из второй – Юность, Ветераны, Октопус и Межфак УГПИ. В результате определилась четверка лучших. За третье место сражались Юность и Михайловский Алексгрупп. Гости из соседнего района прежде всегда оказывались в призерах. А в прошлом году даже становились победителями. И на этот раз уступать, а тем более молодежи, не собирались. После двух партий счет был равный 1-1. Третью оставили за собой у Сурицы. А в четвертой только удача решала, кому достанется бронза. С разрывом всего в одну очко Фортуна распорядилась в пользу Юности. Михайловка не приняла мяч в надежде на аут. Волейбольный снаряд же угодил прямо на линию. Так впервые Михайловка лишилась призового места. Когда на кону разница в одну очко, очень нервничаешь. И здесь, да, в основном это удача. Бьешь не сколько на точность, а бьешь просто, лишь бы куда-нибудь ударить посильнее. Отскочит от блока, ну хорошо, попал еще лучше. Тут нужно рисковать. Мы рискули и победили. Битва за первое место была еще ожесточеннее. За дело взялись мэтры уссурийского волейбола, команда ветераны и сборная сильнейших игроков города под названием «Октопус». Сценарий игры был похож на розыгрыш бронзы. Также после двух партий ничья 1-1. Настрой обеих команд нервный, дерзкий, несгибаемый. И все же ветераны не смогли устоять. Отдали третью, а потом и четвертую партии. Новый обладатель Кубка Уссурийска – команда «Октопус». Немножко, конечно, обидно, но мы старались как могли, из-за всех сил. Но на все раз они казались сильнее. Ветераны, они всегда были нашими учителями. Мы с ними уже лет 10 играем и растем вместе с ними. Ну вот сегодня мы их переросли. Нет. Нет. Нет.